В прошлом году я делал ролик, где уехавший из России журналист Андрей Шипилов, он переместился на Кипр, купил там дом и сейчас проживает. Он рассказывал о плюсах и минусах жизни на Кипре. Это было по теме иммиграции. Приключения Андрея Шипилова на Кипре продолжаются. Он пытается интегрироваться и на этот раз пишет небольшой рассказ о том, с какой интересной ситуацией он столкнулся на курсах по изучению иностранного языка, в данном случае греческого языка. Вот послушайте, что он пишет. Честно говоря, меня, как я думаю, и сидящих в этом зале рассказ Андрея несколько шокировал. Итак. Меня как иностранца греческая демократия учит бесплатно. Тема сегодняшнего занятия – безработица в нашей стране. Надо составить кратенький рассказ на греческом языке о том, как обстоят дела с безработицей у каждого на родине. И чтобы проще было составлять, в учебнике готовый шаблон, какой процент имеет безработица, где больше, среди мужчин, среди женщин, в каких отраслях, что делают безработные, чтобы найти работу, какое пособие получают и на каких условиях. И удивительное дело. Русские студенты и те, кто хорошо занимаются, и те, кто плохо, никто двух слов в этой теме связать не может. Все остальные национальности шпарят, только от зубов отскакивает. А чего не шпарить? Вот она, шпаргалка в учебнике. А русские – ни бэ, ни мэ. Даже сирийские тетечки, которые обычно, по своему обычаю, тихо спят в углу, и те включились в игру. У каждой есть безработные родственники, как выясняется, или знакомые. Пособия получают, вспоминают, обсуждают. И только русские медленно, с паузами, выдавливают из себя всякую ахинею не по шаблону. Кто говорит, что безработицы вовсе нет в России, кто говорит, что она есть, но не настоящая, потому что безработные неофициально работают. А кто-то говорит, что безработицы, наоборот, много, но это не безработица в обычном смысле, потому что все равно все крутятся и что-то делают. Короче, у всех челюсти поотваливались. Смотрят на русских студентов, как на придурков, а те, что интересно себя, натуральными придурками и ощущают. Сирийские тетечки, блин, проснулись, а русские двух слов связать в этой теме не могут. Давайте проще, говорит учительница, без этих ваших заморочек. Вот есть биржа труда, просто скажите, какой процент населения России там зарегистрирован и получает пособие. А русские студенты, биржа, пособие, глазами хлоп-хлоп и морды у всех умные, только сказать ничего не могут. Ну как же так, волнуется учительница. Неужели никто из вас не интересовался даже? Неужели ни у кого, даже знакомых нет, кто на бирже зарегистрирован? А вдруг, не дай бог, кто-то из вас безработным станет, а вы даже не знаете, где биржа находится? Наконец, один из студентов подготовился и дрогнувшим голосом читает текст, что по данным Роскомстата, безработица в России составляет меньше 5%. Все ахают, потому что это сильно меньше, чем в среднем по Европе. Впрочем, быстро добавляет русский студент, не дав никому порадоваться за русских. Роскомстат сам официально предупреждает, что эта цифра не отражает истинного состояния дел, потому что никто не знает, каким образом можно измерить реальный уровень безработицы. Выражение лиц у всех в классе меняется. У кого было скучным, становится веселым. У кого было веселым, становится скучным. И только учительница твердо решает не упускать инициативу на этот раз. Хорошо, прерывает она. Но ведь размер пособия по безработице у вас в России – это же нечто не расплывчатое, а четкая конкретная цифра. Какой у вас размер пособия? Минимальный порог пособия по безработице в России, говорю я, глядя прямо ей в глаза, составляет 10 евро, а максимальный – 60 евро. Это в день? – растерянно спрашивает она. Это в месяц, отвечаю я. Зал весело смеется моей шутки, наивные, они еще не поняли, что я не шучу. Но все русские сидят с серьезными лицами, и до почтенной публики наконец доходит, что я сказал правду. Но на Кипре пособия по безработице – 840 евро в месяц, и этого не хватает на жизнь? Растерянно говорит учительница. Она, возможно, сейчас вспоминает, что на предыдущих уроках мы обсуждали стоимость жизни в разных странах и пришли к выводу, что жизнь в России дороже, чем на Кипре. Из разных углов на русских смотрят недоуменные глаза жителей цивилизованного мира. Это невозможно, читается на лицах. Такое пособие по безработице можно установить только с одной целью, чтобы унизить безработного и показать ему издевательское отношение, читается на лицах. Но не может же правительство так откровенно и цинично издеваться над гражданами своей страны? Это невозможно. Но что вам сказать, дорогие мои? Такое действительно невозможно. В вашей цивилизации. Но Россия – это другая цивилизация, где возможно и не такое. Андрей Шипилов Ну а теперь мой вопрос, господа, живущие в России. Прав этот человек. Действительно ли пособие по безработице в России составляет 60 евро? Я сейчас не прикидываюсь. Я на самом деле впервые слышу эту информацию. И удивлен, неужели пособие может составлять такую цифру? Пожалуй, если бы я сидел в этом классе, у меня было точно такое же выражение лица. Потому что, как я уже говорил в одном отдельном ролике, пособие по безработице в среднем в Германии на семью, например, если там один или два ребенка, составляет больше тысячи евро. И этого действительно не хватает на жизнь, при том, что здесь одежда дешевле и продукты в основном дешевле, чем в России. Как можно прожить на 60 евро? Трудно себе представить, если человек на самом деле не имеет работы. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Лично я после этого рассказа нахожусь в некотором шоке. Продолжение следует...